Где-то осенью у Олега Нечапаренко, который известен всему миру под псевдонимом Кизару, выйдет альбом, интерес к которому он уже начал подогревать своими громкими релизами. Вчера, например, вышла его совместная работа с Худ Рич Пабло Хуаном, где Олег показал, как на самом деле можно и нужно читать рэп по-русски в новой школе. Также не так давно Свет увидел его композиция под названием «Аниме Мир», которая стала для фанатов неожиданности и многие тогда не поняли такого мува от Кизару. Плюсом к тому случился конфликт с продюсером этого трека Час Гуаппо, про что мы также делали ролик. В своем твиттере Олег активно дает информацию о своих будущих совместных работах и, что интересно, они в основном с западными артистами. Так давайте же поговорим про них. С вами канал Обивай БПМ. Мы начинаем. Поехали! Встречайте, MusicBridge. Самый простой способ делиться музыкой между различными музыкальными платформами. Будьте на одной волне в один клик. MusicBridge. Уже доступно в App Store. Cornell.su.slashmusic. Худ Рич Пабло Хуан. Про него более-менее подробно мы уже говорили в предыдущем нашем ролике, посвященном выходу новой работы Олега. Худ Рич Пабло Хуан будет интересен нам не только тем, что он безусловно имеет крутой флоу и стиль, но еще и другим, не менее важным аспектом, но о нем чуть позже. Дензел Карри. За последние 10 лет Дензел пережил многое. Он присоединился к Рейдер Клан, выпустил два громких бенгера Тридз и Ультимейт, дропнул мощнейшую пластинку, съездил в тур вместе с Билли Айлиш. На творческом пути Карри случилось немало резких поворотов. За последние несколько лет я реально вырос как артист, говорит он, размышляя, почему его творчество остается все таким же актуальным. Я просто продолжил меняться, и я не имею ввиду, что мне приходилось подстраиваться под какие-то тренды. Просто со временем я научился преобразовывать свое творчество, я как бы изменил его форму. Если бы продолжил рыться во всем этом мандаре, где бы я был сейчас? В андеграунде. Если бы я пытался делать попсу, то скорее всего моя музыка нахрен бы никому не сдалась. Мое творчество это золотая середина, я продолжаю мутить всякую жесть, но это не делает мою музыку менее привлекательный для широких масс. Некоторым может показаться, что Дензелл это всего лишь новичок, но этот парень уверенно смотрит в будущее, уже строит планы на новые десятилетия. В ближайшие 10 лет я хочу стать богаче Джей Зи. Хочу, чтобы мой удельный вес в индустрии был таким же, как у Джей, а может быть даже и больше. Я хочу стать гением, создать множество проектов, которые будут приносить пользу другим людям. Планирую стать лучшим в мире мастером какого-нибудь боевого искусства. Хочу быть самым здоровым человеком на земле. Конечно же горы, просто горы статуэток Грэмми. Естественно, весь этот путь я пройду со своей командой, ребятами, которые были со мной с самого начала, пишет Дензелл. Список тем, которые поднимают музыкант в своих текстах, может показаться исчерпывающим и лишенным всякой цензуры. Мы давно уже привыкли слышать песни на самые табуированные темы, такие как наркотики, жестокость, секс, самоубийство, критика политики в целом и конкретных политиков в частности. Ни расовые вопросы, ни изощрённая матершина нас уже не шокирует и возникает ощущение полной вседозволенности тем у рэпера. Возможно, именно это привлекает Кизару, раз он решился добиться совместной работы с этим исполнителем, хотя надо признать, что Дензел Кари, настоящий музыкант и делает продукт высокого качества. Думаем, именно это и привлекло Олега больше всего, а для Кари это возможность поработать с российской сценой и аудиторией. Тори Лэйнс. Канадский хип-хоп-исполнитель. Широкую известность получил благодаря микстейпу Lost Coast и Single Say It. В 2015 году Тори подписал контракт со звукозаписывающей компанией Interscope Records, которую недавно покинул. Осенью 2016 года выпустил дебютный студийный альбом I Told You. Петерсон написывает свой музыкальный стиль как суеви. Суеви – это термин, придуманный канадцем для описания песни, в которой смешано несколько жанров музыки. В интервью с сайта Nice Kicks Петерсон пояснил. Суеви – жанр музыки. Я понимаю, что это звучит странно, но если вы спросите артиста, в каком жанре он работает, то он ответит, что он либо делает рэп, либо рок, либо поет. Очень много разносторонних, разноплановых людей, и они в замешательстве. Однако я не считаю, что они запутались. Я считаю, что они талантливые суеви-артисты. И тут мы подбираемся к важному моменту, о котором мы упоминали еще в пункте с Худрич Пабло Хуаном. У Тори Лейнза есть трек под названием Free 21 Savage. Этот трек посвящен 21 Savage и той ситуации, когда он был арестован в США за нарушение миграционного законодательства. В 2005 году он въехал на территорию страны по годичной визе, но решил остаться в Соединенных Штатах в качестве нелегала. Вообще по всему видно, что Кизару подбирается к фиту с 21 Savage, ведь практически все его анонсированные гости так или иначе связаны с этим рэпером. Про Тори Лейнза мы уже упомянули, а Худрич Пабло Хуан просто-напросто хорошо знаком с 21, чему есть много доказательств в интернете. Но давайте пойдем далее. Янг Нуди Это американский рэпер. Томас является кузеном рэпера 21 Savage. Нуди стал известен после выпуска своих микстейпов Slime Ball, Slime Ball 2 и Slime Ball 3, а также песня Since When's 21 Savage. Его дебютный студийный альбом Anyways вышел 24 февраля этого года. 3 февраля 2019 года, когда Нуди и его двоюродный брат 21 Savage ехали в машине в Атланте, они были задержаны полицией, арестованы в ходе операции, нацеленной на Нуди и двух других мужчин. Savage был арестован иммиграционной и таможенной службой по обвинению в незаконном нахождении в Соединенных Штатах, ведь он является гражданином Великобритании. Адвокат Нуди заявил «Мы считаем, что Нуди невиновен, и это в случае ошибочной идентификации. Команда Янг Нуди тесно сотрудничает с правоохранительными органами, чтобы гарантировать, что это дело не будет раздуто». Янг Нуди зачитает элементы хип-хопа и R&B. Стиль Нуди похож на рэперов 03 Greedo, Lil Baby, Offset, Young Benz и Lil Kid. Несмотря на его близкие отношения с 21 Savage'ем, стиль исполнения у них разный. У Янг Нуди и Savage'а есть совместный клип, и это еще одна ступенька на пути к фиту с Savage'ем от Кизаро. Блокбой JB. Фит с этим исполнителем Кизаро анонсировал в своем твиттере 6 июня. Джеймс Ли Бейкер, более известный как Блокбой JB, американский рэпер и автор песен. Он наиболее известен в своей песне Look Alive с участием Дрейка, которая заняла пятое место в чарте Billboard Hot 100 в 2018 году. Другие его известные хиты это Shoot, Rovo и Rovo 2.0 с 21 Savage'ем. И тут опять 21, и на их вид с Блокбойм даже есть клип. 21 Savage, возможно, почему нет? Как мы уже говорили, все будущие гости так или иначе связаны с этим рэпером, да и сам Кизаро неоднократно респектовал ему. При желании можно найти даже сходство в стиле исполнения между Кизаро и 21, что конечно не говорит о байтерстве, на момент вдохновения там точно есть. 21 хороший альбом, очень сильный. Очень сильно отличается от всего, что он делал и очень здорово, что в Штатах разную музыку воспринимают от исполнителя. То есть каждый альбом не похож на что было до этого. В этом, собственно говоря, и прикол музыки. Помимо прочего, мы можем присмотреться к одному из клипов Кизаро, и мы найдем очень интересные совпадения. Мы говорим о последнем клипе Олега Месседж, где главную роль сыграла его девушка. Трудно не заметить, что клип, как и трек, несколько видоизмененная интерпретация прошлогодней работы 21 Savage Ball With You. Синглы схожи в инструментальном наборе продакшена, манере и общим звучанием, а видео фактически повторяет сцены из вышедшего ранее клипа американской звезды. Однако западные артисты — это не всё. Олег может удивить нас кое-чем ещё. Моргенштерн. Да-да, именно так. Кизаро и Моргенштерн настолько долго воевали между собой, что представить их совместку ну просто нереально. Однако, если подумать, то два самых популярных и взрывающих рэпера новой школы в сотрудничестве могут сделать такой хит, что равным ему по прослушиванию будет просто не найти. Об этом говорит и сам Олег Шер в своей истории, где помимо прочего упоминает то, что они с Кизаро всё-таки смогли поговорить по телефону. Мы созвонились, короче. Сначала он просто трубку сбросил. Вот. А потом, после недолгих переговоров, короче... В общем, Олег хочет, чтобы я публично начал, ну, публично выразил ему респект. Так я это делаю очень уже давно. Он, наверное, просто не следит. И, ну, типа, я обожаю Кизаро. Базаро ноль. Обожаю. Я надеюсь, мы с ним выйдем когда-нибудь на нормальный диалог. Он уберёт меня из ЧС. Вот. И... Ну, вы представьте вообще, если бы у нас вышел, например, клип. Вы представьте, что это бы было? Вы представьте? Это же... Это же настолько... Это настолько... Инфовзрыв. Кстати, из чёрного списка Олега Моргенштерн уже удалён. О чём нам сообщает инстаграм-аккаунт Рифмы и Панчи? Всё дело идёт к налаживанию отношений. И кто знает, быть может, в будущем нас ждёт офигенная совместка. А что вы думаете по поводу будущих фитов Кизаро? Услышим ли мы совместки с 21 Savage и Моргенштерном? Пишите ваше мнение в комменты, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!